Девушки отдыхают Газонер старенький, требовался ремонта. Сейчас на данный момент на ремонте стою. Основана в 1963 году, школа. Провели недавно частичный ремонт кровли. Проблемы, как и в всех учреждениях, финансовые. Не хватает краски, инвентаря, окна желательно бы заменить. Купим, конечно, котельную газовую, но все равно в некоторых частях школы прохладно. Уважаемый Александр Викторович, мы рады приветствовать вас на Луганщине, в краю шахтерском. И по старой русской традиции просим вас вкусить хлеб в землю из Кирглокса. Спасибо вам большое. Начиная с 16 века, ввиду различных исторических событий, на территорию современного Свердловского района прибывают беглые украинские и русские крестьяне, а также запорожские и донские казаки. В 18 веке между запорожскими и донскими казаками начался спор, кому же относится данная территория. Конец спора был положен императрице Екатериной II, которая даровала эту территорию донскому казачеству. Со временем сюда приезжают донские генералы и офицеры. Впоследствии их фамилиями были названы поселки нашего Свердловского района. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осторожение у нас очень хорошее. Все, что здесь сделано, это все руками шахтеров. Один из самых видов спорта у нас футбол. Это шахтер Свердловский. Если транспорт развозит юноши на соревнованиях, полторы тысячи детей, они соревнуются в пределах республики, было бы транспорт своими с удовольствием рядом Гуково, Российской Федерации, 30 километров. Мы не можем туда выехать. Ну и сказать, что все у нас отлично тоже нет, потому что спортивные сооружения, восточная трибуна в аварийном состоянии. Мы не можем большие мероприятия проводить. Это стадион у нас на 10 тысяч сидящих мест. Мы пользуемся только в одной стороне трибуны, на восточной они работают. Под вашим руководством один из самых мощных регионов Российской Федерации. И мы здесь прекрасно понимаем, что эта мощь, она не упала с неба и не взялась из ниоткуда. За ней стоит колоссальный труд людей. Понимаем мы почему. Потому что наши люди тоже умеют и любят трудиться. И еще в совсем не таком далеком прошлом Донбасс тоже был мощным промышленным регионом. Но чуть менее чем за 23 года в составе незалежной Украина ничего не вкладывала в развитие Донбасса. Мало того, шло планомерное уничтожение экономики и инфраструктуры Донбасса. В 2014 году еще к нам пришла украинская армия для того, чтобы нас уничтожать. Уничтожать за то, что мы посмели сказать свое «нет» тому беспределу, который происходил в Киеве. Приехали они, конечно, по серьезному, на тяжелой технике. С помощью авиации, артиллерии начали убивать в наших мирных трудях, которых просто обозвали сепаратистами, террористами. И пошло уничтожение. Война. Мы еще в 2014 году сделали временный монумент и дали слово, что как только будет победа, все вернутся, мы построим здесь мемориал. Без преувеличения, уважаемый Александр Михайлович, в этот день, сегодняшний, 4 июля 2022 года, ваше подписание самого соглашения войдет в историю нашего города как один из самых важных и знаковых дней для свадловчан и жителей района. Поверьте мне. Соглашение о сотрудничестве между Красноярским краем и Российской Федерацией. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сибиряки – это люди, которые живут и работают в очень непростых, суровых условиях. И именно там вот ощущение справедливости, необходимости быть вместе, подставить друг другу плечо, оно является, ну, необходимым условием нормальной жизни. Поэтому к такой возможности включиться в социально-экономическое восстановление вашей территории мы относимся не как к гражданскому даже долгу, а просто делаем это по велению сердца. Мы приехали не с пустыми руками, вот вручаем вам несколько единиц техники. Совсем недавно сюда пришла и машина с гуманитарным грузом от наших земляков. Но это, если хотите, символический подарок. На самом деле впереди у нас очень много дел, большая серьезная работа. Мы понимаем, что трудности предстоит преодолеть и вам, и Сибири, и России, тем, кто за справедливость, еще немало. Но мы твердо знаем, что мы вместе – это главное. Мы твердо знаем, что за нами правда, а значит, все у нас будет хорошо. Спасибо вам. Ребята впервые приехали на космодром Байканур. Вот этот вот рокот космодрома, который ощущаешь каждой частичкой своего тела, вибрации этой ракеты, чувствуешь эту мощь. И настолько гордость у них появилась за сопричастность вот к своей ракетно-космической вот этой отрасли, к созданию техники ракетно-космической. Многие из них приехали и вдохновились еще больше своей профессии, на которую они учились. Проект «Космическая Одиссея» родился в нашем городе, Красноярске, в 2004 году. Идея проекта принадлежит Александру Ивановичу Лазуткину, летчику-космонавту «Герой России». Здравствуйте. Нету цены тем ощущениям, которые мы получаем в полете. Они бесценны. Организм привыкает к невесомости. И, в принципе, я дошел до точки, когда я понял, что я вот умру, причем вот этой ночью. Страха нет. Пальцы дрожат. Реакция на стресс. Впервые он приехал в наш город, в университет в этот год. И, познакомившись со студентами нашими, решил предложить им вот такую интересную игру, поиграть в космонавтов. Этот проект пока что реализуется только у нас в крае. Аналогов нет ни в России, ни даже в мире. Это также изготавливалось у нас на заводе «Красмаш». Следующие наши двери были. Это корректирующие двери. Именно благодаря усилиям членов «Союзмаша» Красноярского, предприятий региона, таких как «АОКРАСМАШ», информационные спутниковые системы, Центральное конструкторское бюро геофизика, нашего опорного вуза Сибирского государственного университета науки и технологий, проект начал новую жизнь. В 2016 году было создано новое направление, когда мы привлекли не только студентов вуза, но и молодых сотрудников предприятий «Красноярского Союза МАШа». Это были молодые конструктора, технологи, которые постарались найти себя в новой профессии космонавта, соприкоснуться с какой-то маленькой мечтой. Именно это двигало молодыми людьми. И после серьезного отбора на предприятиях они попали в наш проект. Можно вообще расслабиться! Невесомость — это, по сути, свободное падение. То есть в фражках космонавты должны показать свои качества, такие как координация, ловкость и как раз то, что мы и отрабатывали сегодня. У нас сейчас принимают участие около ста человек. И у нас, получается, несколько отборов будет. Это физподготовка, теория, потом у нас будет выживание и парашютная подготовка. И только после этого останется всего шесть человек. Факультетом физкультуры и спорта СИПГУ разработана специальная программа, которая максимально приближена к программе подготовки космонавтов. У них есть челночный бег, прыжки в длину. В тренажерном зале у них очень много тренировок на выносливость. Они плавают в бассейне, они с баллонами погружаются, где имитируется невесомость. Мы стараемся собрать не просто ребят, которые любят космос. Мы стараемся найти наиболее талантливую молодежь. И это не только связано с физической подготовкой, не только связано с парашютной подготовкой. Это еще и специальные дисциплины, такие как этап выживания, когда они пробуют себя в составе космического экипажа, оказавшегося в нештатной ситуации на Сибирской тайге. Прямо несколько человек горят желанием с детства стать космонавтами. И мы очень надеемся, что когда-нибудь это произойдет, и наш человек, сидя в космическом корабле, скажет. Всем привет большой, я из Красноярска. Я был в проекте «Космическая Одиссея». Космическая Одиссея — это время космоса! Майну! Майну! Проект отличный. Очень ждали его. Очень рады, что в этом году это снова повторилось. Песня «Космическая Одиссея» Всем привет, меня зовут Катя, мы находимся в проекте в центре мира. Все круто, я сделала шумеля, советую всех. Проходите, мы вас ждем. От шумела посевная, смейся, радуйся, ликуй! На просторах родного края вновь приходит Сабантуй! Сабантуй для меня — это корни, это связь с моими предками, это земля, это родина. Давай! Давай! Бобку подставляй! Бобку подставай! Бобку подставай! Вот молодец! Молодец! Песня «Космическая Одиссея» Мы идем к вам! Сибиряк, красноярец Александр Семин прославил свою родину блестящей игрой, Заслужил любовь тысяч болельщиков и обрел верных друзей. Александр Семин делает пара! Ну, во-первых, посмотреть действительно тоже первый раз здесь, во-вторых, послушать концерт, концерт обещает быть прекрасным. Сибиряк, красноярец Александр Семин! Эксперсис обязанность исполнять быть прекрасным. АПЛОДИСМЕНТЫ